АГОХРУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ Вот в этой зоне, где сейчас вы видите косплееров Называется Крафт Зона, я не знаю, что это значит на их сленге Но в этом месте большое скопление Они тут что-то договариваются, общаются Не знаю, что они собираются делать Ну вот, вот так это выглядит Крафт Зона отделена, как бы спрятана от всех Здесь туда пускают простых людей Ну вот так выглядит косплей Я так понимаю, что это просто начальный примитивный косплей Потому что ребята не особо парились над какими-то своими костюмами Буквально что-то отдаленно напоминающее персонажей И все, такой, конечно, косплей Но вот они свой фан получают С ними фотографируются девочки Вообще, пока что я смог заметить Средний возраст посетителей все-таки отличается от московского В Москве как-то люди повзрослее немножко Вот, а здесь очень много молодежи Очень много молодежи Ну, что и хорошо Еще один интересный момент Сейчас я наведу Вот эти вот ребята На самом деле это не косплееры Это театр кукол детский То есть здесь люди, которые просто актеры Да, какие-то Вот, которые одели вот такие костюмы Смесь, не знаю, Эльдар Костюм Эльдара и еще кого-то Эльфов, непонятно кого И вот так ходят Совершенно Как бы Не знаю Мне кажется, что такие люди Которые не относятся к комьюнити-кросплею А вот просто театралы или кто-то Они на такие мероприятия должны допускаться Естественно, кто я такой, чтобы запрещать Но не принимать в них участие А вот эти вот ребята принимают участие Разыгрывают там какие-то спектакли И так далее, и тому подобное Не знаю, это, конечно, здорово Но вот как вот именно косплей Я бы, конечно, запретил Нет, не запретил, что я говорю Я бы просто отделил бы их как-то так, да А то слишком они Поскольку они театралы И привыкли к вниманию То они, конечно, давят своим Как бы Своей активностью простых ребят-косплееров Которые теряются, тушуются И так далее Эти ходят там И оттягивают на себя все внимание Все Мы с Хэлом сейчас находимся В районе подиума Где косплееры устраивают дефиле Вот сейчас они собираются Вот, это вот гражданин из Пятого канала Молодой человек, а какую роль вы отыгрываете? Какой у вас персонаж? Я косплею самого знаменитого Самого легендарного человека из Гоха Ру Хэлла Самый легендарный из Гоха Ру Человек это я! А, точно Так, ладно Выключаемся Ну, что видели с вами? А где Попа, вот ушла Попа, Попа вон Ну вот, закончили все мероприятия, смотрите сколько народа Мне кажется, что Алиса какая-то слишком под 2 метра ростом Я думал, она более миниатюрная Вот в Москве была совершенно потрясающая Алиса Маги, которая, да, есть у нас тоже на инстаграме с ней фотки Она какая-то очень крутая косплейша, русская Но я так, я насколько понимаю, что она даже и в ВОПе известна Ее как бы очень котируют Так что, смотрите наш инстаграм обязательно Так будет всегда, и видимо всегда будет, кто знает ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА За все придется схватить Фильм называется «Кое что за даром» А как известно, «Кое что за даром» иногда и даром не нужно Вот такой вот каламбур Всем еще раз привет Через 20 минут начинается рестлинг Здесь подготовили ринг Не знаю, видите ли вы его или нет Должны увидеть, там уже где-то ринг А давайте сейчас так покажу Вот, здесь будет происходить рестлинг соревнования Там можно посмотреть Есть какие-то... Якозуна Достаточно дородного вида молодые люди Причем не то, что маскулисты, а именно дородные такие, знаете, с пузиками Вот, но для рестлинга это нормально Вот, но речь не об этом Речь на самом деле о том, что 2 часа мы уже на выставке За это время, ну, в отличии от первого и второго дня Здесь больше на второй день сегодня Здесь больше реально народу Больше косплееров Нам удалось взять несколько интервью Значит, эти интервью Меня несколько разочаровали Потому что вот сколько я не говорю Это, ну, как я уже много раз говорил Олимпиада, Оскар и так далее Что они к ней стремятся и так далее Вот, причем я разговаривал с ребятами Они занимаются... Кто занимается косплеем год Кто полгода Кто вообще... Таких, чтобы давно нету вообще Ну, в принципе Вот такая ситуация с этим... Комиконом в Санкт-Петербурге В Санкт-Петербург Значит, ничего страшного нет Начало положено Вот, дай бог, все, ребят, будет И через 3-4 года 5 лет Надо быть реалистом Через 5 лет Это будет крупнейшая выставка Ну, такая очень большая крупная выставка И наконец-то ее... К ней будут готовиться Вот, начинается метол Сейчас будут выходить актеры Или кто как там... Как там их называют Там, кстати, смотрите Сабзира тоже хочет Тебя же побьют, малыш Я, короче говоря Спускался с тех вот ступенек Которые сзади меня Вот И упал на рестлеров То есть я решил их обойти Чтобы эти спины И... Натурально просто завалился На рестлеров Блин, жалко не было и Хэлла Это достаточно, наверное Акрайл В общем, я живой Сейчас еще немножко приоткрою кухню Не знаю, слышно или нет Здесь начинает громко играть музыка Значит, Касперы Они ходят по всему залу Вот Их можно в любой момент Любого выдернуть И сказать Там, молодой человек, девушка Остановитесь Я хочу с вами сфотографироваться Либо Их... Подводишь к стенке И просишь Типа, вот теперь покажите Свои позы Там и так далее Они начинают позы Свои принимать А вы Нам только остается делать Фотографии Снимать видео Ну, вот так вот это выглядит Собственно Да, вот какой-то фотограф Говорит Смотрим себе в камеру И это все делает Заполняет Вот тоже самое Тоже ходил и ходил И тут уже фотограф подготовился Давай еще одну позу А мы, я думаю, только и рады Давай еще одну позу Давай Ну, вот так она будет ходить От одной кучки Другой Вот здесь тоже еще Кто такие Кто такая Когда участники Как посетители Приходят в костюмах Извиняюсь Приходят с семьей Папа, мама И обычно Красавица, дочка Вот Дочке лет 13 Маме лет за 40 А папе лет Тоже за 40 Вот В данном случае Где-то папа Вот Где-то Дочки ходят Вот это папа Народу кажется, что мало На самом деле Все сейчас смотрят дефиле И все Все на трибуне Грубо говоря Трибуна полностью Занята Вот, смотрите Очень круто Доброе утро ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Империя же осуждает данное мероприятие. Чем бы дитя не тяше, чтобы стереть мы не все начали есть. Очень-очень мудрые слова за императора. Что интересно, а что интересно, я забыл. Что-то хотел сказать, умную мысль какую-то и забыл. Малая трибунная, сектор 2. Да, мы на футбольном стадионе. И вот это все находится прямо на поле крытого стадиона. А, да, вспомнил, что интересно. Собственно, вот рестлинг первый раз вижу вживую. На удивление, все очень тихо проходит. Судья молчит, они просто издают, знаете, как бы, ну, как это сказать? О, нет, судья тоже молчит, не орет, ничего не говорит. Полный балет. Вот. Ну. Первый Джон Сноу на, за всю выставку, за все мероприятие. Как он, похож, не похож, смотрите с вами. Значит, я выкладывал фотографии в Инстаграм вчера на Инстаграм Гоха Медиа. Этот Джон Сноу, у него вчера волосы были не такие черные. То есть он то ли покрасил, то ли парик одел. То есть, как бы, доработал свой образ. Потому что вчера у него были волосы каштановые. То есть, что, по-моему, является не... Ну, нифига не каштановый у этого Джона Сноу. Ну, вот. Что-то я у буфета тусую. Это намек, интересно, какой-то. Яну-то еще не было. Аня, вот, скажи, по-моему, Ира. Ну, смотрите, все улыбаются. Все довольны. Праздник круто. Очень советую, несмотря ни на что. Там снимает хэл. Сейчас должен кто-то спуститься. Ага, сейчас, смотрите, Мордан спускается. Ира Престолка Старка. Нет, не вышло. Это торговая лавка. Стимпанка, дел. Ну, вот, к сожалению, ничего эксклюзивного нет. Вот, блин. Ну, это стимпанк-отдел. Единственная проблема. Здесь очень темно. Видите, зато задрапировано такими огромными полотнищами. Поэтому снимать, к сожалению, на мой телефон и фотик просто невозможно. Ну, вот, вчера еще вот здесь была ячейка. Вот здесь была ячейка. Чего-то сегодня их нет. Очень много походов. Куда мне прилип? Желатин. Он ушел, он ушел. Он ушел, он ушел, он ушел. Он ушел, он ушел, он ушел. Сухофракан. Да, я не слышал. Поехали! Для того, чтобы зацепить, нужно войти в резонанс с его состоянием на данный момент. И, исходя из этого, у нас есть две функции. Вообще, визуального контента на сегодня. Первое – это компенсаторное. Например, когда человек работает в офисе, ему не хватает ощущения геройства. Он идет в кино, он смотрит фильм о героях, он исполняет свою потребность и тем самым достигает какой-то гармонии. Соответственно, получает эмоциональную дозу, и получается гармония. Из этого следует компенсатор для полиции. И вторая – воспитатель. Это значит, что читаемые люди, которые смотрят в офисе. И мы находим такой продюсер. Мы просто, скажем, апокалипсисе. Но мы не смотрим, но мы не знаем, что это было в доме. Ну все, я пошел домой. И второе паблиния в 8 часов будет... Что? В годах? Сейчас 5 часов. Вот, народ не уходит. В общем, я бы даже сейчас сказал, что остается. Кто-то еще и приходит. В принципе, сегодня воскресенье, но слоупоки они всегда есть. Вон какая. Ситмус прямо. Вон какая. Ситмус прямо. Вот так выглядит это здание. Покушать есть Есть где покушать Большая трибуна, сектор, но вы не увидите Ее у меня в правой руке покупки Пропускной пункт Так, где машина-то? Сейчас найду до машины И тогда еще раз сделаю Укажу, что приобрел сегодня Вот, вот так, собственно Огромная поляна Посередине стоит мега-гигантский СКК Спортивный комплект Концертный комплекс Народ, видите, парковка свободна практически Школьники и молодежь пошла через Парк Победы Через дорогу, через Парк Победы, который вон там находится Прямо к метро До метро пять минут Сейчас в машину сяду и достану покупки Собственно, я два дня согрушался в местные товары Не знал, что купить себе и приобрести Потому что все достаточно однообразно Везде бендеры и так далее Очень хотелось какого-то эксклюзива Я его нашел Я его нашел Это, смотрите, такой анбоксинг На Комиконе эксклюзив Впервые там в России Вот такая коробочка Значит, цена полторы тысячи рублей Или я достану? Достану Смотрите, это светильник Что тут написано? Здесь написано, что... Человек, который его приобрел, очень мудрый человек Мог бы быть эльфом, если бы захотел Но он не хочет И более того, он эльфом Или будет Здоровый Это светильник Да, что же я говорю Это светильник Светится таким совершенно потрясающим Светом Золотым Очень, очень будет хорошо выглядеть вечером Да Вот Я очень доволен И вот я считаю, что вот такие За полторы тысячи, в принципе Достаточно качественно и очень симпатично Светят Соответственно, естественно, я буду включить Ну, вот, собственно Ну, вот, собственно Ну, вот, собственно Вы видите Сейчас можете видеть то, о чём я как-то преждал и говорил Очень много молодёжи Причём На второй день Пришла молодёжь именно школьного возраста Которая Вот занимающаяся вот такими делами Ну, снимаете Я так уже Ну, видите, у неё написано на табличке Подайте на косплей Или подарите Ну, что-то, в общем, какое-то Подайте всё-таки на косплей Вот Ну, сколько им лет? Я не знаю Я уже не разбираюсь в этих детях Вот, смотри какой Смотри на права Вот Вот Позитивные моменты Да 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 Да